Рубальская ляпнула о Пугачёвой и рассорились вдрызг. Поэтесса, автор песен Лариса Рубальская на днях стала одной из героинь программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, где, наконец, рассказала о причинах многолетнего конфликта с певицей Аллой Пугачёвой. «Ни как я с Аллой Борисовной, я с артистами никак не общаюсь. Конфликт, но это давно было. Я такое уже не вспоминаю», — сказала Рубальская. Оказалось, что автор нескольких хитов Примадонна однажды пришла к ней с новой партией песен. Однако Пугачёва заставила поэтессу несколько часов сидеть под своей дверью, дожидаясь разрешения войти. На что Рубальская обиделась и в итоге прекратила общение с певицей. По словам поэтессы, многие артисты в последнее время зазвездились и выдвигают оторванные от реальности запросы. При этом себя считают лучше других, так что даже дозвониться им невозможно, трубку берет прислуга. Для Пугачёва Рубальская написала, например, песню «Доченька» за «Живи, спокойно, страна», — заявила поэтесса. Она и вовсе не взяла в певицы денег, так как хотела, чтобы эти слова исполняла именно Примадонна. Алла Пугачёва накануне Нового года вновь выступила для публики, исполнив свой хит «Любовь, похожая на сон». Видео на днях появилось в YouTube. Примадонна решила выступить в караоке. Она исполнила свой культовый хит «Любовь, похожая на сон», продемонстрировав виртуозные вокальные способности. Зрители восхитились тем, что Алла Пугачёвой, 72 года, прекрасно поёт. Они заявили, что с ней не справятся современные кумиры молодёжи, вроде Моргенштерна. «Королева, голос, конечно, непревзойдённый. Это вам не Моргенштерн. Сейчас таких певиц уже не делают лучшее», — отреагировали поклонники звезды. Также в сети отметили, что Пугачёва с годами из-за пластики всё сильнее напоминает свою старшую дочь Кристину Арбакайте. Год назад, в декабре 2020 года, поразила сеть выступления в караоке младшая, дочь Пугачёва и Галкина Лиза. Она исполнила мамин шлягер «Миллион алых роз». Субтитры создавал DimaTorzok